Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, заявив, что нельзя никого защитить, нападая, и предложил встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. И отдельно я хочу обратиться к нашему северному соседу. Однажды президент России сказал, если драка неизбежна, нужно бить первым. Но, по-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то защитить, нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив. И что невозможно привести мир на танки. Людям, которые не понимают, от кого их хотят защитить постоянно. Защитить и освобождать. И почему для этого их могут обстрелять или бомбить. В том числе оставшимся в живых нашим старикам, которые освобождали, между прочим, эту землю от нацистов и не понимают, почему их мирная жизнь спустя 75 лет вновь оказалась под угрозой войны. Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному, по-разному смотрят в будущее. Мы – это мы. А вы – это вы. Но это не обязательно проблема. Это возможность, как минимум, возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь. Вчера и сегодня на заседаниях советников в Нормандской четверке и подгруппы по безопасности в трехсторонней контактной группе обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня. Но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничений, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!